Прямо сейчас, в этом видеоролике, я тебе покажу, как можно поставить плагины на свой сервер в Атернасе. И если тебя заинтересовала данная тема, то досматривай данный видеоролик до конца, и я тебе её расскажу подробно. И да, сразу, ребята, хотел бы вас предупредить, что вам понадобится сервис Атернас. Прямо сейчас мы переходим именно туда. И вот вы перешли на Атернас, нажимаете на кнопочку «Играть», ну, либо же «Зарегистрироваться». И вот, в принципе, мы зашли на сервера, заходим в наш сервер, у меня вот он. И вот вы, в принципе, создали ваш сервер. Что вам теперь надо? Смотрите, нам нужно поменять ядро, и я всегда выбираю ядро, либо «Спигот», либо «Пурпул». Вот, поэтому, ну, прямо сейчас я выберу «Пурпул», и мы выберем 1.21, нажимаем на «Установить». Сейчас у нас всё это вот всё установило, и прямо сейчас, смотрите, друзья, переходим в сервер. И смотрите, вот наш айпишник, вот наше ядро, и вот наша версия. То есть, всё у нас установилось, версия ядро, всё, с ядром всё понятно. Теперь, что нам нужно сделать, чтобы мы могли играть на сервере? Нам нужно зайти в настройки. Если вы хотите просто создать свой сервер в Майнкрафте, не там всякие, не установив, не плагины, ничего, вы можете посмотреть мой ролик по подсказочке, там я всё это детально рассказал. Вот, и как вы видите, у нас вот наш айпишник, вот наш «Добро пожаловать на сервере игрока». Вот, мы можем здесь, что мы там всё можем исправить, лого поменять, название сделать другое, кофт, белый список, смотрите, самое главное, у вас не будет, у вас будет стоять так вот, но вы должны поставить пиратский, чтобы вы могли играть. Тут дальше можете ничего, в принципе, такого не трогать, если вы хотите играть с вайтлистом, то вы можете играть с вайтлистом, но я вайтлист не буду ставить. Можете поставить игрока, к примеру, вот так вот, «Дэнди». Вот, «Дэнди», всё, вот так вот поставим, всё, можно даже цвет поменять, но я цвет не буду менять, поэтому мне... Вот, в принципе, вы всё сделали, сейчас мы перейдём к установке плагина, которые нам нужны. И вот, в принципе, наши плагины, то есть вот у вас, у нас появляется кнопочка «Плагины», и что вам нужно будет сделать. Смотрите, у нас есть много разных плагинов, я установлю себе «EssentialX». Вот, мы, в принципе, сейчас установим «EssentialX», и прямо сейчас я вам покажу, что он делает на нашем сервере. Версию выберем самую свежую, 1.20.1. И сейчас мы установим ещё «Skin Restorer», для того, чтобы у нас были видны наши скины. Мы уже устанавливаем 15.0.12, эту версию. Вот, она даже вот, 2024 года. Вот, мы, в принципе, прямо сейчас установили эти плагины, поэтому прямо сейчас мы переходим в... Если вы думаете, что наши файлы не установились, прямо сейчас я вам покажу, как это проверить. Смотрите, заходим в «Файлы», и смотрите, что у нас здесь есть. У нас есть вот наша, по факту, спорочка, и прямо сейчас мы находим в плагины. Плагины у нас вот есть «EssentialX», логин, получается, на логин, и вот «Skin Restorer». То есть, вот этот логин, этот я уже давно устанавливал, а «Skin Restorer» — это для скинов. И прямо сейчас теперь переходим на сервер, и смотрите, прямо сейчас мы копируем данный IP и запускаем наш сервер. У нас должен сервер работать. И да, друзья, хотел бы вас предупредить, что первая загрузка вашего сервера будет достаточно долгой. Но вы должны потерпеть, ваш сервер запустится, и вы сможете играть вместе со своими друзьями. С таким характерным звуком запускается наш сервер. И смотрите, у нас есть 6 минут, чтобы подключиться к нашему серверу. И давайте прямо сейчас это и сделаем. И прямо сейчас вот мы перешли в «Minecraft», вот наш сервер, вот наш IP-шник, как видите, вот в «Peon 231», точка «Atherness.me», и вот наш порт. И прямо сейчас, смотрите, мы заходим на наш сервер, вот «Continued is Server», и вот он «Joint World». Прямо сейчас мы заходим на сервер, и вот мы зашли на наш сервер, пишем вот так вот «Login», ну если вы устанавливали данный плагин. И вот, в принципе, вы зашли на ваш сервер, мы зашли на наш сервер, и прямо сейчас вы можете убедиться в том, что вы установили ваши плагины. И смотрите, вот у нас, получается, есть наш скин, на «Skin Restorer». Получается, без «Skin Restorer» у вас бы не было данного скина, который у вас есть в лаунчере, либо в другом лаунчере. И мы можем даже проверить таким вот образом. Написать, к примеру, вот «Plugins», и вот у нас видно «Bucket Plugins 4». У нас есть «Essentio», «Login Security», «Skin Restorer» и... И да, друзья, если вам что-то было непонятно, или же вам нужна помощь, то вы можете обратиться в комментарии, и я вам помогу с этим. И хотел бы вас попросить подписаться на мой YouTube-канал и посмотреть данный видеоролик, как установить свои моды на свой сервер «Vaternos». Я думаю, он будет очень-очень полезным.